Во вторник по всей стране начали заседать призывные комиссии. Именно на них должны решить, кого из потенциальных солдат весны 2020 отправлять на военную службу, а кому дать отсрочку или освободить от армии. Конечно, хочу служить. Мой отец сам служил в свое время, в молодости. Он служил в Афганистане два года. Раньше же в армии два года служили. У меня тоже мечта как-то побывать в Афганистане, хотя бы увидеть, что там было, увидеть эти эмоции, испытать на своем опыте. Да, желание, конечно же, есть быть военнослужащим. Осталось немного мне до этого. Из-за сложной эпидемиологической ситуации огромный массив информации о новобранцах пришлось собирать и обрабатывать дистанционно. Сотрудники военкоматов получали сведения о биографиях, здоровье, образовании, начальной военной подготовке призывников по телефону и через интернет, начиная с 1 апреля. Такие меры были приняты, чтобы обезопасить ребят в период пандемии. Теперь новобранцам предстоит пройти медосвидетельствование. Задача, во-первых, не допустить больных вирусом этим войска. Первая, вторая, не изразить, не допустить заболеваний среди личного состава военкомата. Поэтому вся организация здесь настроена на то, чтобы минимизировать все риски. Поэтому дезинфекцию проводят в всех помещениях, только там, где у нас призывники находятся. После рабочего дня мы все обрабатываем хоросоверяющими жидкостями специальными. Призывники во время следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками. Кроме того, каждый срочник перед направлением войска пройдет тест на коронавирус. Попадя в вооруженные силы, ребята будут защищены на 100%. Мы разговаривали с частями, с старшими командами, которые приезжали сюда, и с нашим госпиталем. Осмотр. Ну, во-первых, об этом уже говорили, что 14-дневный карантин у них будет. Ну, тот же самый, те же самые курсы молодого бойца, но под усиленным надзором медиков. За весеннюю призывную кампанию в ряды вооруженных сил планируется отправить 135 тысяч человек. Из Рязанской области на службу прибудут около полутора тысяч новобранцев.